Ой, милости прошу, проходите, Герембей, как давно вы у нас не появлялись. Здравствуй. Рад тебе. Присаживайся. Выпить не желаете чего-нибудь? Нет, Фердевс, спасибо. Как скажете. Ты до сих пор хранишь ее? Угу. У меня тоже была такая. Не помню только, где она. Дядя Мухсин привез нам обоим. Из Испании. Откуда бы ни приезжал, всегда что-нибудь нам привозил. Одинаковые игрушки покупал. И дядя Юб так же делал. А чаще всего мы играли в пиратов. Ты так хотел. Игру без моря ты за игру-то не считал. Бесконечные приключения. Море манило меня. А вот я всегда хотел играть в ковбоев. Ты всегда говорил, я уже устал от моря, Герембей. От Бурака есть новости? Чем занимается? Я не знаю. Он маме звонит. Конечно. Он ведь знает, у кого денег просить. Ну и что с ним будет, Герембей? А пусть живет, как хочет. Нет, а что? Я никогда не считал Бурака своим братом. Он все равно, что чужой мне. Я всегда тебя братом считал, Анура. Всегда относился к тебе, как к родному. Мы с тобой были как близнецы. Ты в Америку едешь. Я в Германию. Но и оттуда я ощущаю, когда тебе плохо. Странно, не так ли? А ведь до сих пор мы друг от друга ничего не скрывали. Я обо всех твоих тайнах знал, обо всем. А ты знал все обо мне. Мои секреты. Все они известны только тебе, Анура. Но и мои только тебе известны. Но взрослеть весьма непросто, правда, Анура. Если бы всегда оставаться ребенком. Но... Ты сказал мне, что влюбился в Шахризат с первого взгляда. Очень тяжело было это слышать. Почему я этого не знал? Почему ты не сказал? Зная об этом, о том, что ты... Зная, что ты с первого взгляда полюбил Шахризат, я заставил бы себя стереть из памяти блеска ее глаз. Ты меня опередил, Анура. И теперь я думаю, если мой самый близкий и преданный друг Анура, человек, который ближе мне, чем мой родной брат, полюбил Шахризат всей светлой душой своей. Я лишь могу пожелать ему счастья в этой любви. Так будь же ты счастлив.